Мы переходим к другому типу неформальных логических ошибок – к ошибкам допущения. С ними мы имеем дело, когда в качестве предпосылки для обоснования своей точки зрения используется что-либо недоказанное. И самым первым таким примером ошибок допущения является так называемое огульное обобщение. Огульное обобщение – это типичная ошибка индуктивного умозаключения, когда предполагается, что нам известны все возможные варианты того, что обсуждается, и по отношению к ней также можно встретить тождественное название – поспешное обобщение, преждевременное обобщение или чрезмерное обобщение. Ну, скажем, молодой христианин, еще не особо знакомый с Библией, приобрел учебное издание с приложениями и тут же ринулся исследовать справочный раздел. Там он обнаружил хронологическую таблицу правления 12 судей Израиля, которые упоминаются в книге судей – Гафанаил, Аот, Самгар, Варак, Гедеон, Фола, Яир, Ефай, Есивон, Елон, Авдон, Самсон. Проанализировав увиденное, исследователь сделал три вывода, что среди судей Израилевых, во-первых, нет женщин, во-вторых, нет священников и, в-третьих, нет пророков. Правильны ли его выводы? Читая саму книгу судей, юноша неизбежно обратит внимание на ложность первого вывода. Израиль судил одновременно с Вараком, одновременно с судьей Вараком, Израиль судила Девора. Продолжив изучение описания далее, он вскоре убедится в ложности в ВВДБ. Первосвященник Илий был судьей Израиля 40 лет, об этом читаем первая книга царств, 4 глава, 18 стих. И затем убедится он и в ошибочности третьего вывода. Пророк Самуил был над Израилем судьей, пока насаждаемая им семейственность не подтолкнула народ к переходу от теократии в монархию. Об этом мы читаем в первой книге царств, 8 глава, с 1 по 5 стих. Другим примером огульного обобщения служат слова так называемых наглых ругателей, приводимые апостолом Петром. Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. 2 Петра, 3 глава, 4 стих. Мол, если Христос не пришел до сих пор, значит он не придет вовсе. И апостол указывает на ошибку. Вывод сделан на основе недостаточных данных. Он пишет в 9 стихе, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Нередко можно услышать нарекания в сторону христианского образования, что оно, мол, пествует в молодых служителях гордыню, самодовольство, фарисейство. Но это не проблема образования, а проблема тех, кто его получает. Образование всего лишь инструмент. Действительно, христианин, погрязший в законничестве, получив образование, еще больше поднотореет в своем подходе. Но безграмотный, самодовольный фарисей – не лучшая альтернатива образованному самодовольному фарисею. Берегитесь закваски фарисейской, предупреждал Господь Евангелие от Натфея, 16 глава, 6 стих. И если в какой-либо церкви начинает процветать фарисейство, то это, скорее всего, проблема самой церкви и образование тому виной лишь отчасти. Огульное обобщение – неотъемлемая ошибка атеистического натурализма. Атеист заявляет, обычно наблюдаемое нами происходит в соответствии с законом природы и имеет естественные причины. Следовательно, все сущее может быть объяснено исключительно естественными причинами. Мало того, что такая позиция игнорирует фундаментальный вопрос о том, откуда взялись эти самые законы природы. Да и сама природа, включающая пространство, время, материя. Ведь причина тому должна быть вне пространства, вне времени и вне материи. Атеист априори исключает саму возможность какого-либо объяснения, кроме естественного. Столкнувшись с чем-то необъяснимым в рамках своего ограниченного мировосприятия, атеист будет упорно прибегать к естественным объяснениям, сколько бы невероятно и даже нелепо бы они ни были. Апостолы внезапно заговорили на разных языках, потому что выпили слишком много сладкого вина, Деяния 2.13. Иисус являлся учеником живым, потому что римляне по ошибке распяли кого-то другого. Молекула ДНК содержит программный код, потому что так просто совпало. Жизнь на Землю принесли инопланетяне, что, кстати, не снимает вопроса, как она возникла там, откуда они ее занесли и тому подобное. На худой конец атеист обратится к объяснению сверхъестественного с позиции белых пятен. Мол, поверьте, этому наверняка есть естественное объяснение, просто наука его еще не нашла. Тем самым к данной ошибке добавляются еще две – ссылка на неведение и ссылка на веру. Вера же, пишет апостол, означает, что мы уверены в том, на что надеемся. Она означает, что мы верим в то, что некоторые вещи существуют, хотя мы их и не видим. Крайним проявлением этой ошибки являются абсолютно категорические заявления о несуществовании Бога. Ведь чтобы утверждать, что чего-то не существует вообще нигде и никогда, нужно обладать атрибутом всеведения, то есть самому быть Богом. Что, собственно, и было обещано человеку лукавым. Вы будете, как Боги. Книга Бытия, 3 глава, 5 стих. Субтитры создавал DimaTorzok